Я очень рада быть здесь, и я думаю, что это будет начало сезона. Дело в том, что это сезонные игры, но это было очень важно, что мы будем показывать сезонами. И мы будем в Кубе. Теперь мы будем продолжать работать и начать сезон в следующем сезоне. Было очень важно выиграть его. И сейчас мы будем готовиться к первым официальным выграм, который спортует на следующем неделе. Как вам Екатеринбург? Как публика в Екатеринбурге отличается ли она от немецкой публики? И какие задачи вы ставите в новой команде для себя? Как вы любите в стране, как вы любите фанаты? Как вы любите фанаты по фанатов в Туркей? И какие задачи вы получаете с этим? Я просто был здесь, но кто-то сказал мне, что здесь есть очень вкусно. Я готовю к каждой игре. Я очень рада быть, что я собираюсь для этого проекта. Я думаю, что команды имеют важные задачи, но я думаю, что мы имеем длинный путь, и мы должны работать в первую очередь, степь по степь, гейм по гейм, играть лучше, играть хорошую команду, и мы будем бороться за каждую титул. Задачи на сезон перед командой ставятся, естественно, самые высокие, и мы будем бороться в каждой игре, и будем прогрессировать в каждой игре, и будем бороться за все титулы этого сезона. В Москве и Екатеринбурге Альба не было желания, и почему вообще мы не сыграли сегодня? Совсем не готовы? Почему вы играли сегодня? Почему вы играли? Потому что я пыталась быть здесь несколько часов назад, и это причина. Молеку помог раньше для меня, но это не ваша выбора. Это больше вопроса к вам тренеру, но Альба приехала сюда буквально в 11 утра, поэтому она сыграла. А когда вы играете? Молодцы. Это больше тренер. Все, в Канде больше не вопрос. И мы переходим в комментарии главного тренера, Экат Као. Это был еще один очень тяжелый, один очень тяжелый игрок против Оржборг. Мы все вместе знакомы, мы все вместе знакомы. Это был фантастический финал серий. И наши игры всегда тяжелые, и очень компетитивные. И этот игрок сегодня не отличается. Это была еще одна тяжелая игра. Игра Бэтбас с командой из Эдинбурга. Мы довольно хорошо изучили друг друга в прошлогодней стиле и плей-офф. И все эти игры довольно тяжелые и проходят в борьбе. Мы очень рады. В этом турнире и эти два игры. Мы очень рады. Если вы мне сказали, что в праздник мы были в этом турнире, я бы истинал. Потому что мы были так вверх. И традиционно, мы не играем в предыдущем много игр. Мы практикали много. Поэтому, в позднее время, мы не были на этот турнир. Но все вместе. И мы показывали много боевых. И мы очень рады, как мы получили этот турнир. Я очень доволен прогрессом команды. В течение последних трех дней. За эти две игры мы проделали большую работу. Если кто-нибудь мне сказал в пятницу, что мы выиграли в этот турнир, я, возможно, посмеялся. У нас много турнированных игроков. И поэтому это был тяжелый для нас турнир. Обычно мы стараемся играть в такие предсезонные игры чуть позже. С достаточно количеством тренировок перед ними. Но в этом сезоне получилось так. И я очень доволен, как мы выступили на этом турнире. Я думаю, что у нас есть много тренировок перед нами. И сейчас уже начинается самая работа. Сейчас нам предстоит интенсировать в команду много игроков. Также у нас есть все еще травмированные игроки. И поэтому сейчас перед нами лежит много работы. Именно по становлению команды. Спасибо. Есть вопросы к вам? Ола, как вы считаете, стала ли Наталья Анойкина и Анастасия Тачилова равна ценность заменой ушедшим игрокам? Как вы считаете Наталья Анастасия Тачилова и выиграли в команду? Ну, выиграли в команду, Ну, это было очень早о. Мы просто играли три или четыре игры. Мы не играли в команду. В этом году мы не играли в команду. как она может быть, но она улучшается в системе, и она будет улучшаться в день. Ее роль мы тоже должны найти, когда мы все здесь находимся. Но, во-первых, очень позитивно с ней. Ее аттитуте, ее coach-обиллити, и с тем, что она является. И с Настя, я думаю, что она играет огромный турнир, considering ее age и ее experience, и она будет помогать нам с детьми в России. Мне немножко рано задавать и отвечать на этот вопрос, потому что мы сыграли всего четыре игры, и это были предсезонные и неважные игры. Поэтому пока недостаточные игры, чтобы ответить на этот вопрос. Наталья Нойкина только вливается в новый коллектив, для нее это новая команда, новые игроки, новые тренеры, новая система игры, и поэтому она пока привыкает. Как только соберется весь состав, она, безусловно, найдет свою роль в этой команде. Но, тем не менее, уже тренеру нравится ее отношение, ее работа на тренировках. Это по Наталье. По Насте. Она провела великолепный турнир, и для ее возраста, и, безусловно, она поможет команде, когда в российском чемпионате, когда скамейка будет не такая. Несмотря на товарищеский статус турнира и национального матча, борьба сегодня была, вполне соответствовала уровню Вичстана от России и Евролигии, в рамках которой у ГНК часто с надеждой встречается. В какие моменты Манча даже оказывалась медицинская помощь, и Попова, и Нолан. Именно это стало основной причиной того, что Олаф даже на пару минут не дал попробовать Торн вытянуть площадку, чтобы она почувствовала причастность к этой победе. Торнел… Ну, я знаю… … …Сать и полный турнир… …And… … … … … Когда Сильвия и Сильвия были в системе, она знает, что мы делаем. Она не была, она не была, она не была. Я не буду играть, но я не буду играть. Это мне не было смысла, потому что мы были убеждены. Альба была абсолютно другая. Это моя решение. Я не буду играть. И если вы посмотрите, Нолан был в первую очередь, и она была в последней минуте, но это не может случиться. Это не может случиться, но это не может случиться. Но я уже говорил, что у меня есть небольшие проблемы. У меня есть небольшие проблемы. Поэтому для нас, как у нас, нет причинения. И когда мы играли, мы были после этого. Мы были две лучшие команды, в России, в этом году. Я ожидал, что это будет очень similar. И мы играли в первую очередь. И если мы смотрим, в первую очередь, мы не будем больше. Но в этом году мы будем лучше. в первую очередь, мы проведем для всех, и я должен быть в первую очередь. Оно я практически не забываю. И мы будем заинтересовать. И сейчас мы стараемся! Я выпустил Сильвию, только потому что Сильвия уже два года в команде, она находится в системе, она знает игроков, она знает наши комбинации, и только поэтому она вышла на площадку. Также я поговорила с ней перед игрой, и она чувствовала себя хорошо и была готова выйти на площадку. Если бы она была не готова, я бы, естественно, ее не выпустил. Также у Диане, видите, как таковая помощь не понадобилась, у Тани просто удар коленом, вот видите, растяжение на кисти, поэтому реальная медицинская помощь мне оказывалась. Это все были игровые моменты. Также это был хороший матч, потому что именно в таких тяжелых матчах, в матчах, где происходит такая напряженная борьба, мы именно прогрессируем, потому что не во всех матчах российский премьер Легии возможно получить такую борьбу, но во всех матчах возможно получить такой прогресс. А это была очень хорошая подготовка, особенно к играм Евро-Лиги. Прежде всего я хочу поздравить и поблагодарить клубу ГМК за организацию, хочу поздравить их с победой. И я надеюсь, что в следующем сезоне мы снова приедем и снова будем играть в финале клубка. На самом деле Екатеринбург сделал очень большой подарок для меня, выиграв у нас эту игру. Это не хорошо, когда вы победите игры, особенно в турнирах, это не хорошо, потому что игроки, которые не делают все детали, они забывают все детали. И вы должны быть плохими, идти в практике, быть очень плохими с ними, но для меня это легче, мы просто идем в видео, я могу быть плохими с этим видео и показать, потому что в видео вы не ловите. Когда вы выигрываете игры в начале сезона, игроки думают, что все хорошо и перестают работать над деталями, они не забывают о деталях. А на самом деле сейчас у меня есть причина, чтобы заставить их работать, завтра мы уже вернемся к работе, посмотрим видео и сделаем. Если мы сейчас не встретимся с нашими проблемами и так далее, вы уникнут уже в официальном видео. Да, в самом деле, я не думаю, что у нас есть много проблем, но это то, что у нас есть период, когда все команды пытаются найти друг друга, игроки, чтобы поставить себя в новом системе, как я говорил раньше, чтобы начать думать о руках команды, и поставить их игру под командой. Сейчас многие игроки находятся в поиске своей роли в команде, они привыгают к новой системе, и на самом деле игроки сейчас должны поместить свое эго под эго команды. Сегодня мы были немного мягче, чем я ожидал, я сказал им, что вы были мягче, как в бутылке, но я думаю, что мы решим все это решим. И теперь мы поговорим о игре, и через несколько дней, когда мы начнем, мы будем готовы, и, возможно, мы сможем сделать самим, как лучший команды, как последний год. Сегодня наша команда была мягкая, я даже не сказала, что они мягкие, как масло, поэтому нам есть над чем работать. Через пару дней мы уже начинаем официальные игры, и я надеюсь, что мы вернемся и станем той командой, которая была в прошлом сезоне. Насколько тренер удовлетворен тем, как распределение ролей вписалась новичок команды на этапе Виеру, и, ну, ожидает ли он от нее такого прогноза, что в ближайшие год-два она утвердится в роли основного центрового сборной России? Насколько ты любил роль Наталья Виера в новой команде, и ты думаешь, что он может быть главным центром в нашей команде? Конечно, я очень довольна от Натальи, она понимает, что все, что я спросил от нее. И на двоих сторонах, в противнице, в нашей команде она понимает, что она пришла играть в противнице. Потому что, в самом деле, моя идея, что ты приводишь хороших игроков, чтобы играть в противнице. И потом они говорят, что они любят играть в хорошем противнице. На самом деле, я очень доволен тем, как работает Наталья. Она сразу схватила свою роль в команде, она поняла и защиту, и нападение. Я думаю, что самая лучшая игра – тот, кто работает в защите, а не в нападении. Она работает очень трудно, и она работает экстра. В каждой практике она остается за половину часа, и она работает экстра. Поэтому я думаю, что она – это следующая большая часть, как главный центр в российском команде. Но это все, как он хочет играть, и все. Это очень важно. Наталья отрабатывает на каждой тренировке ее прогресс. И это заметно. То есть, каждую тренировку она отрабатывает на отлично. Что касается сборной, да, конечно, она может стать следующим главным центром команды. Но это все зависит от главного тренера Анатолия Машкин. Спасибо. Спасибо.